так надо кучи притоптать культура лесоводства чтобы плотно было все вот виктор николаевич только намек дал уже все на куче мы уходим пример ставит как работать там никита колесников послушание дороже все ладом притопщите вот виктор какие сегодня комары он сеточку надел пчеловодческую видите как можно много наложить и теперь люди приходят где бросают мы ким претензии имеем как вы уходите и так у вас разбросаны сучки и все возвращается начала положили мы здесь лагерные теперь говорят он смотрите после лагерных вот показываю это просека такая это сорный клен растет нам нужно вот такие вот от клена менее более ровная вот 3 метровые сделали чтобы дамбу перегородить там прорыв воды давайте забирайте все что есть кроме моей мерки вот так вот там прячется один человек все роман вылазь оттуда все уже как время до обеда прошло я вижу ты крестишься в перчатках а зачем так в перчатках даже зиму никто не крестится до за до обеда сегодня у нас сегодня какое шестнадцатая 16 по моему правильная как время до обеда прошло сегодня чем занимался учился работать а у братьев учился работать как работать не понял ты лично 7 занимался до обеда учился как работать надо а в чем заключалась эта учеба послушание тоже вам погромче не слышу вам послушание что послушание в чем заключается что вы сказали так делать а как вы сказали так делать ну непонятно что я сказал что вырази словами что я сказал в чем моего послушание то есть не до обеда не работала смотрел записывал как делают как несут как пилят что выбирает если учился это означает что после обеда я могу вас послать одного с бензопилой с товарищем и вы все сделаете так же так да ну научился на деле то маленько когда-то в жизни делал это вот в лесу работал да но не в таких объем не такой это клен вот она растет видно его сорное дерево как бы здесь все росли сады колхозе были колхоз это разрушили нарост клен а вот где ну тут ничего не росло у них между рядами вот тут так все осталось чистое косят трава все закончилось мы уходим в лагерь благодарю виктор николаевич без вас бы мы конечно ничего не сделали сейчас мы помолимся богу так возьми поблагодарим боже милость сегодня и грешными создавая господи помилуй меня бесчиславец и грешил господи прости меня грешно помолись роман своими словами все что у тебя на сердце есть выскажи богу помилуй меня господи ты можешь молиться своими словами открывайте свои желания перед богом написано посланник силипийцем что ты передумал перетерпел тем более это не просто ты стоял учился учился большому делу сегодня ты уезжаешь сейчас я уже договорился вот справку уже узнал когда какой пояс идет и признал батюшка всех лучше в барнаул вот из барнаула выходит сегодня в 21 9 это она идет как бы по несчетным это счетным сегодня счетные числа и там идет каждый день если из корчено то тут закрыта станция там негде не ждать ничего здесь нужно только до трассы кого-то уговорить чтобы вас завезли прям на трассе голосовать автобус идет на барнаул и доехать и там идет один на москву идет через камень набег а почетным по другой день почетном идет через корчено так ты можешь выехать любой день в любой вот это уже данные лена посмотрела по интернету ты вот что имеешь скажи перед богом почему ты уезжаешь чему-то научился все-таки ты приехал сегодня 16 а приехал 14 практически ну почти три дня это большой срок ты пробыл здесь чему-то научился чем недоволен был с каким сердцем уезжаешь скажи перед богом молитве можешь помолиться так нет ничего господи слава тебе за милости твои пощади нас и помилуй по милосердию твоему тебе слава хвала счастье поклонение отец сына и святой дух аминь так я теперь просто не молитве так скажи чему ты научился почему уезжаешь так быстро зачем приезжал по 1 вопрос зачем ты приезжал какая цель была достигнута или нет покреститься покреститься я тебя спрашиваю я тебя направлял чтобы люди не ездили направляет туда в московскую патриархию направлял я так игуменную кириллу сахар на брестеневке метров 250 от храма христа спасителя он первый человек которому отказал тебе почему он отказал крестить не очень хорошо знает что у вас не очень хорошо знает видите как он знает вас больше чем я он вас видел а я вас не видел прошлом году вы не приехали у меня возникли очень большие сомнения я вам отказывал тут решительно отказывал что больше вы не ну а потом вы проситься стали и так разумно но я задавал такие вопросы которые сегодня выявились именно эти вопросы нужно было решить о чем я говорил что случилось почему уезжаете крещение будет 10 июля то есть не дожидаясь крещения вы уезжаете сегодня уезжайте навсегда почему что случилось на сердце как у вас доволен недоволен сердитый какая-то месть сердце или нет нет злоба какая-либо месть ничего нету так господь распорядился господь усмотрел ты веришь это что-то от господа конечно конечно ты понял что тебе здесь зла не желали в потеряевке тебе зла до зла не желали не злали так молиться тебе будем писать не пиши приехать сюда категорически запрещается советы давать могу но выходи на меня не раньше как один раз в месяц когда через 10 октября когда время пойдет совет давать четко ясно вырази вопрос я тебе его отвечу и понимаешь ты не просто уезжаешь уезжаешь навсегда запретом приезжать запретом даже просить понимаешь как это уникальный такой случай первый случай в нашей истории потеряю кино но так получилось и это самый лучший выход я с батюшкой посоветовался ну кто знает моя сестра тебя видела она говорит а это то роман новенький приехал то он до крещения не дотянет он уедет она со стороны она это моя сестра она увидела отношение твоего к работе ну его все в основном было как то есть абсолютно не готов они готов работать никак утром стали сегодня даже шкурить шкурку снимать я устал после ночи устал я понимаю если бы блудник где-то был устал вот и здесь был без женщины уставать ничего ты накормленный у нас был накормленный досыто ел нет до голды а что думал так я не пойму молочная была рыба была и чем-то недоволен может мясное надо было а нет нет вообще так заторможенно отвечаешь что паузы такие делаешь дети тебя не обидели вот так нет не обидели что тебе больше всего не понравилось здесь потеряете мы стоим как раз еще здесь нам никто не мешает это мы называются сады старая колхозные сады сейчас нам надо идти это виктор николаевич здесь сейчас мы идем на объект в каком смысле что не понравилось больше всего в каком смысле что а в каком смысле что в каком прямом смысле не понравилось что кто-то тот а тот а тот а тот а сказать там это обворовали тебя там обругали там не дали тебе и обедать не дали работать я недоволен этим спать не дают там и играют до полночи в карты или еще что-то ну я недоволен я в поезд ехал недоволен цыгане ребята солдатские едут вот они не в отпуск они едут когда в отпуск а иные видимо демобилизованы так китель за собой волоком тащат и едут матерятся играют ну и никто ничего не может сделать люди купа освобождают одно другое рядом нельзя находиться то я говорю почему нельзя я быстренько как только поезд остановился я сразу побежал в военную комбинатуру алмата к патруль пришел как распетрушил их так они после этого пришли вот как они скажут так и будет до дома не дойдут снимаем с поезда все сели как котята маленькие так на утро один подошел отец на гитаре на можно сегодня поиграть я говорю без гитары обойдешься наигрался нет 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 мы ничего а то есть я во фрунзе сниму управы нет как нету один подошел начал придираться проводник но я нашел старшего проводника подошел он говорит только что его допустили до работы опять то же самое давай прикапывать я дал билет у меня все на руках есть но они вот уже этого проводника садили из поезда потому что государство говорит тогда перестанет быть когда железная дорога зарастет ты смотрел приблизь как ходят кругами грачи это готовятся они находят воздушные потоки и в потоках воздушных поднимается а потом падают как на излом крыло берут это молодняк учат они крепко ли как они кругами ходят от они каждый день увидишь какие облака так ты уезжаешь сейчас ты дорога бога будешь благодарить что был здесь или недоволен что приезжал благодарить бога мы благодарим бога что ты приехал многое выяснилось вот так так бы никогда ничего не знал я тебе сегодня сказал что в чем у тебя все заключается тяжелая форма беснования потому что работать не хочешь дьявол боится труда а ты труда боишься и поэтому ему потворствуешь а что нужно сделать молиться трудиться и до седьмого пота как говорят работать я не могу я очень слабый человек и я вижу это демон вас очень сильный сильный посажены вы прям недовольны так работать вчера сел отца работы я вас отстранил нанеси брюшка там два два конца бросил чуть голову не оторвало другому нас через забор беру беру захватила этого никиту точить не убил вчера почему а тяжело да разумный человек так делай тяжело не тяжело несём я тебя от работы отстранил ты сел сидишь раздулся до другой бы десятки раз ну да да я не знаю да я тебе даже нужды никакой нет сегодня ты стоял вообще не работал до обеда я сказал какая работа стоит одно замечание сделал стоит второе третье стоит а что стоишь а устал так мы не начинали работу это не начинали еще даже ничего ничего не делали а я уже устал а чего устал ничего не то есть это не могли по моим силам если человек не работает мне уже не поправиться с ним сейчас в детских лагерях не знает что делать чем занять детей же объяснял затейники сейчас объясню сейчас сидят они там ты это тяпает картошку перебирают вчера не в саду были позавчера на трассе то есть они работают а уже вечером пришли смотреть фильм там джейнер смотрели другие у нас работа рабочий не просто так а трудовой лагерь трудовой лагерь и поэтому у меня дети очень здоровые стоют рано бегают едят босиком ходят ни одного ребенка больного не было никогда почему это природа как иванов был такой антихрист водой обливался холодом говорит болезнь главное не впущать человека так что ты хотел сказать давай погромче ну то что вы говорите я стою мне надо было немножко отдохнуть чуть-чуть мы не начинали еще работы это я сделал три замечания он пилит веточку отнеси еще тут ветка обыкновенная ветка взять отнести одной рукой я подошел ты стоишь а что я устал после вчерашнего поза вчера ты полдня уже не работал после обеда уже тебя до работы я не допустил это уже прошла ночь после обеда не работали и тут только пришли ты стал ну вот ребята я правду говорю ты это видел никита видел все сейчас что должен был прессать перед тобой это зачем это мне нужно я сказал не хорош работать отдыхай раз я хочу работать я сделал то по твоим словам ты уж я устал устал отдыхай немножко мне надо немножко отдохнуть зачем мне немножко когда они начинали работать что ты меня заставляешь перед тобой плясать то надо плясать немножко множко все это мне ставить под ножку то мы пришли работать он пилит ветки надо относить потому что завалится я устал ну я буду ставить множко или немножко ты сам подумай как нормальный человек это делает мы только вышли на работу вон она деревня видно где вот посмотри где вот заветками за этими вот в виктора дом прямо за березой здесь левее мы только пришли совершенно не работали и сколько стоят и должен теперь регламентировать но я отдохнуть должен пять минут или двадцать пять или пятьдесят ничего нету я подошел второй раз я устал опять работаем я там таскаю ветки ты меня видишь этот работает пилит я ты стоишь вот таким куколем на огороде я опять подошел чего не работаешь я устал то есть конца этой лавочки нигде нет зачем мне это нужно я тебя накормил сегодня накормил ты спал спал вышел на работу не работаешь зачем ты мне нужен то такого от раза хвоста в яму с борозды долой зачем он мне такой нужен то паразит который не работает нету ничего так что мы уходим ты на нас ничего не имей сейчас идем я накормлю документы перепишут содержимое все что у тебя есть рассыпешь перепишут и будем думать как отправить тебя отправить тебя надо ты заплатишь тому кто на машине повезет согласен до трассы ну тогда и пешком выбирайся у меня уже в лагере ты не нащуешь больше так ну все тогда все сбивай себя комаров так мы уходим и да слава иисусу